Библейский портал экзегет.ру представляет много у друзей. Я напомню, что друзья пришли у нас еще в конце второй главы, шли издалека, семь дней сидели рядом и молчали, то есть это не такие случайные прохожие, которые тут тычут в его пальцами и начинают его поучать. Нет, это действительно глубоко сочувствующие ему люди. Семь дней сидеть рядом со скорбящим, ничего не говоря, это все же свидетельствует о искреннем и глубоком почтении. И вот вступаются, они по очереди говорят, всегда в одной и той же последовательности, Элифас из Таймана говорит первым. Но имя и место не очень известно, это все, Тайман это тоже там где-то в доме, к юго-востоку от Израиля, он тоже непонятно кто, как и все герои этой книги, они как бы ниоткуда берутся, ну потому что это люди на голой земле, один голый человек Эов, и едва живой, и трое, а потом еще четвертый, вполне себе одетый и благополучный, которые это комментируют. И давайте в четвертой главе заметим, как деликатен Элифас сначала. Может быть, мои слова тебя ранят? Ну как тут смолчать? Бывало, сам ты вразумлял многих и возвращал силу рукам ослабевшим. Немощного твои слова подкрепляли, и споткнувшегося ты поддерживал. То есть, Иов, ты же прекрасный человек, ты так многим помог. Я боюсь быть грубым, я боюсь тебя оскорбить, но послушай, теперь случилась с тобой беда, и ты паник, коснулась тебя, и ты в смятении. Ну да, а как? Пока вот сам человек не переживет несчастье, он может очень хорошо рассуждать о несчастьях. Я это видел много раз. Не страх ли Божий дает себе уверенность и непорочность твоих путей и надежду? Смотрите, Элифас потом, друзья, пересмотрят эту позицию. Он говорит, ты же боишься Бога, ну это праведная черта, и ты ведешь себя безупречно, значит, есть на что надеяться, все будет хорошо. Вспомни, погибал ли кто безвинно, где честные люди пропадали? Видел я, кто в бороз до греха сеет горе, сам его плоды пожинает. Такой образ пахоты, да, когда человек грешит, кидает туда горе, и потом ничего хорошего для него не вырастает на этой делянке. Гибнет он от Божьего дыхания, исчезает он от дуновения его гнева. И вот смотрите, тезис, ты не порочен, значит, можешь надеяться на все хорошее от Бога, он оборачивается тут же другой стороной. А если ты от Бога получил не очень хорошее, значит, ты нехороший человек. И вот Элифас начинает вот к этому подводить. Как легко обвинять того, кто пострадал. Да он сам виноват, да это за грехи. Львы рычат в полный голос, но вырвано у львят зубы. Погибает лев без добычи, и разбегаются детеныши львицы. Это здесь к чему? Ну вот, видимо, лев это хищник такой, как в баснях дедушки Крылова. А Бог у него вырывает эту добычу, зубы выбивает, ну и остается его семья вся такой голодной и, в общем, погибает. Откуда он знает, что это все так? Вот где источник его представления о мире? Элифас и эту тайну нам раскроет. Известно мне стало тайное слово. Ухо мое уловило шепот среди тревожных ночных видений, когда крепким сном спали люди. Охватили меня дрожь и ужас, до костей пробрали. Дух в лицо мне повеял, и волосы встали дыбом. Он был здесь, но не различил я облика. Передо мной только смутный образ. Мистическое откровение свыше. Еще не написано священное описание. Эти люди вообще живут вот сами по себе и с Богом. И Элифас имел некий опыт богообщения. Потом в конце свой опыт богообщения будет у Иова. У Элифаса это некий смутный образ, который его ужасает, который является ему где-то на грани сна и яви. Он этим очень сильно отличается от того явления Господа из бури, когда Господь разговаривает с Иовом напрямую и кажется даже при свидетелях, хотя там эти свидетели уже непонятно в каком состоянии находятся. А вот здесь это тайное такое знание, которое рождается внутри человека. Но тоже так бывает. Тишина. И услышал я голос. Бывает ли человек прав пред Богом, кто чист перед Создателем? Даже слугам своим он не доверяет. Даже в ангелах находят изъяны. А тем более в тех, кто обитает в домах из глины, стоящих на песке. Видимо, это люди, дома из глины на песке, но это совсем что-то непрочное. И кого прихлопнуть легче моли. Утром были, а к вечеру пропали. Не заметишь, как сгинут навеки. Стоит выдернуть из них жилу, умрут непричастные мудрости. Выдернуть жилу, ну, не очень понятно, что. Ну, вот, ну, слушайте, мы все знаем это, да, там, сердце вдруг повело себя не так, там, тромб какой-то оторвался. Ну, вот, мелочь произошла, и человек умирает, да, внезапно очень часто. Так в чем же состоит его мистическое откровение? Что он услышал? Что никто не чист, все грешны. Смотрите, даже ангелы перед Богом несовершенны. И человек смертен. Говорит банальности. И, казалось бы, мы с ним согласимся. Почему же в конце Господь скажет, что Иов говорил вернее, чем эти люди? Ну, чтобы это понять, надо позицию или фазы хотя бы до конца прочитать. А это уже в пятой главе прозвучит. Продолжение следует...